Всех снова приветствую вас в малом зале. Мы начинаем ряд ваших технических сессий. И первый у нас докладчик Рима Белый, группа лидер-комантов для рабочих компаний «Ромелад». Доклад будет, ну, она из каждого, наверное, подробнее на тему «Кросс. Платформенная разработка для казни». Приветствую вас. Приветствую вас. Я рад, что я приехал в Москву на очередной встрече с разработчиками. Я из компании «Ромелад», как уже вы меня представили, я из компании «Ромелад», из-за этого дела «Ромелад». Я именно со степеном, и общество «Ромелад» является просто разнаводчиком. Ну, еще иногда приезжаю на конференции, поговорить с людьми, там, выслушать фидбэк, жалобы, вычислить хорошие идеи или рассказать, как все равно с тобой. И сегодня я хотела поговорить, в связи с тем, что у нас в первой массе «Ромелад», я хотела поговорить о платформе разработки и, в частности, как написано сейчас. Что же «Ромелад» так классно взлетает? Слышали вы или слышали? Это достаточно старый. Ну, в лучшем случае у нас небольшая команда. Что, как не надо, мы уже много лет, в порядке, наверное, не знаю, 15 лет суммарная компания существует, разрабатывала просто подходит технологии, и где-то с 2007-го, развлекают, действительно, публично. По-моему, уже много лет, разрабатываем продукты, связанные с наличным творчеством платформ на рынке. То есть, действительно, присутствует Adroid, Adroid является лидером рынка Adroid переходов, просто, в Министерстве англичества, Adroid тоже уникально на своем платформе, потому что это платформа одной компании, и присутствует тогда на рынке смартфонов уже достаточно давно. Родила целое, скажем так, поколение смартфонов, которые перестали предположить, когда мы думали раньше. Есть и «Динус фон», и теперь есть стать, который, я не знаю, борется его местом и солнцем. Я не знаю, успешно, я не успешно грязь покажу, потому что это такая молодая платформа. Но рынок приложений еще не наполнит, и как раз самое время садминять туда свои приложения, садаптировать их, пусть снять. Сначала это просто составить готового контейнера, или написать новые, составить там эти контейнеры готовые, и садминять, в общем-то, рынок приложений. Вот вся эта диверсификация, все это разнообразие, оно, конечно же, усложняет жизнь простых программистов. То есть, компаниям для разработки игр нужно задумываться либо атаку там все унифицировать, либо нанимать разработчиков, которые будут поддерживать продукты на каждый из платформ, и он учитывает все особенности платформ, разница, разрешение и так далее. Для нашей, для компании, которая занимается простлоформенной разработкой, и знаний инструментов для простлоформенной разработки, чем больше платформ, тем лучше. Что мы, в общем-то, делаем? Мы делаем SDK. Создать белокурки. Это набор утилей, набор программ, набор каких-то скриптов и инструментов, в общем, которые позволяют разнообразить простом форме. И, с другой стороны, если у вас уже есть дополнительный продукт, его можно выпустить на пост. То есть, например, у вас есть приложение для ARS, его можно запустить на ангроиде, на дайселе или на спортиве. Мы... Мне кажется, мы делаем это хорошо. У нас достаточно раз большое количество известных тайклов, и из-за чего же мы этого добились? За счет того, что мы ставим с одним этажом цистентапов, то есть, многие, там, вечная сообщество, изучают, да, изучают, да, изучают C++, изучают, да, алгоритмы. Многие знают, что такое образование, особенно для дайселя, которая, в общем-то, выросла из лимитных грандов, из семейства лимитных операционных систем. Многие знают, что это такое. Вот здесь фонтарты. А структовка GL для местных платформов из грандов тоже не является, в общем-то, естественным. И мы говорили, что если вы придерживаете всякие стандартные технологии, неважно, не комитировать ли они на доплату или нет, мы сами попробуем. Плюс мы сами эти алгоритмы, этот код работает достаточно быстро. Очень быстро. Настолько быстро, настолько можно воспользоваться. В общем-то, на практике, Arlap – это достаточно небольшой, с точки зрения пользователя, достаточно небольшой слой франции. Это системный слой. В общем, он часто занимает в проектном месте значительно меньше, чем сам проект, чем картинки. Допустим, чем два года, чем из больших, из точки зрения на все размещения. Это просто моя функция, которая модифицирует, которая представляет общий интерфейс для разработчиков, чтобы можно было сказать, что я буду писать использователь интерфейса, и я хочу быть уверен, что оно заработает на всех этих платформах. По сути своей, это не движок, не фреймворк, это именно платформа. Если вы пишете не по таксу, не по нарезке, не по нарезке, а 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 по нарезке, то уже заставляет, по сути дела, работать на платформах. То есть это просто и как. Вы знаете, вот в английском языке, мамы здесь, это немножко не тот, например, автопровод, который вы приведете, а это как бы джеб. Он обычно используется там, чтобы скреплять, может, или совсем остальных с режимом. Вот. Так вот и здесь. Это не тот аспорт, который заставляет операционную систему работать с вашим кодом, не важно, вот ваш срок, если считаешь, был на менте. И это, это работает очень быстро. По данным research to guidance, большие вопросы мы делали, мы заказывали, чтобы узнать, насколько, насколько пользователи не знают, может вам пусть. Варкулат вне конкуренции, на первом месте, как говорится, то есть, большинство пользователей считают, что он работает так же, как работает нативный код, и идёт даже быстрее. А зачем ему быстрее? Ну, например, на Android, в итоге, да не нужно всё время подошить виртуальную машину Яму, то есть, мы один раз сделали, ну, на этих сайтах, там, кто вращается, а виртуальная машина, в принципе, и так далее, различные умолки. Много остальных у нас активизаций, много таких впечатлений, которые быстрее. Этот движок очень быстрее. Наши партнеры довольны, и очень, вы знаете, кто-то слышал о игре, который называется Тудаи? Вот. Да. Тудаи, она изначально была написана в случае, а потом решили ребята выйти на другую платформу, изначально с другой, если вы считаете, NSIS, на NS, потому что, мы были на втором месте в Paint. И Тудаи, при всей обширности объектов, которые имеют в кадре, слоги, вот эти все элементы дел, конструкции, вот это все, оно работает даже на iPhone 3GS. Это очень быстро. Я без больших многих времени читал их лагерство. Вот. И кроме того, что это быстро, мы заявляемся, у нас достаточно широкий оплатный платформ. Это и стандартная iOS Android, и только прикольные. Конечно, всем, которые стараются строят. Это и BlackBerry, это и Dyson, это и Windows Phone, включая Windows Phone 8, и RT, обе аркутуры есть, c6, и ARM, а это и Windows Phone 8, и VIN 52, и Dyson, и Smart TV. В общем, охлата достаточно широкая. И все это работает по обратной технологии. Единственное, если вы можете заметить, то объясняет эти сотрудники то, что они можно выполнять какие-либо. То есть, если операционная система позволяет выполнять отдельные кнопки, без всяких ограничений. Ну, и может быть, какие-либо ограничения. То есть, наоборот, все равно нужно это делать через GNI, через свободные МОС нужно это делать на Windows. Ну, в любом случае, если операционная система позволяет выполнять клинику, то мы поддержим платформы. К сожалению, мы в свое время не могли поддерживать Windows 7. К сожалению, к счастью. Не могли его поддерживать, потому что там только в США, только хардкор. И мы очень долго просили на этой софте. И только мы были в группе компании, которые говорят, не переписали нам все наши подфолли, обложили Windows 107. Только потому что вы умеете, чтобы мы это делали в США. В итоге я думаю, Windows 108 не задумывались, сказали, а ведь пусть не умер за 9-10 лет, только старались. А ведь это все-таки настоящее. Не скажем, потому что это настоящее. И они тоже так любят. И грузин, и все так любят. то есть главная особенность всего этого плюсы произведения и дополнительные вот небольшой список тех тайтлов, которые были сделаны с с ДК или квартированные, на мой взгляд, с ДК выходили на простоплатформенный уровень. То есть вы тут можете заметить и достаточно известные проекты. и и и и в и так все. без разницы. Нормально, с ДК надо работать совсем. Ну, главное, чтобы сам пришел полный месяц, а дальше все. Красиво. Правда? Поддержка, наверное. Несколько месяцев назад, когда, собственно, лучше это месяц, а у него это делалось тяжело, когда я анонсировал Tizen 2.x, и он приобрел доступ к коду, и стал вкладывать деньги в Tizen, стал работать на создание смартфона, красивых устройств. Такое, не колонку сейчас. Смартфоны были тоже красивые, естественно, называют все. На себе устройство внедрять разоградом Tizen для того, чтобы он мог быть внедрено во все. И медицинское оборудование, и автомобили, и ревизоры есть. Мы тоже решили, что в перспективный рынок можно добавить на поддержку. Мы сотрудничали с отсутком на протяжении 10 месяцев с коллегами инженера, мы решали мне технические вопросы. В итоге мы добавили поддержку Tizen, и вот на сегодняшний день, к моменту анонса, соответственно, и к моменту его официального выхода, наверное, мы уже поддерживаем Tizen. Для нас это одна из сторон. Для разработчиков это все-таки возможность. То есть, подумайте сами. У Samsung.NET у него разрешение 1280 на Samsung. Это отличное разрешение. Ну, это не так совершенно. А вот такое же разрешение по существу. То есть, фактически, если игра написана в том, что он не знает, даже с точки зрения графики практически не может быть ничего делать, то возьмите и каплируйте, успокойте все это дело в ТПК, так и цепить себя на любимых магазинах вложениях. Мы стараемся сделать новые платформы для наших пользователей доступнее. Tizen, который все предпринимает, Tizen может выставить или как ничто. То есть, добавим, для примера, у нас был тот же самый вид из форта, когда продавцов выписался. Говорят, продавцов в систему, а магазин предложений был в курсе. Они предоставили хорошую форму, они предоставили хорошие устройства. И вроде, казалось бы, они сильно отставали, но по некоторым парам порталов, они заявили, что их это приложение самое быстрое на случай. Они во временных рамках первые взяли рубеж, сто тысяч приложений, быстрее всего. То есть, совершенно так же и здесь. Если есть поддержка крупной компании, есть поддержка разработчиков, есть некоторые продукты, которые готовятся и могут быть импортированы. Натальзовать в СМИ и в УСИ, то во всем приложении наполнится достаточно быстро, и нужно быстрее, и нужно упасть. А фигура формулата СДК, она еще и позволяет это все создать быстрее. Конечно, это фанта, он произведет длинный, но для ТТ-приложений, для ТТ-игр, и производительность никогда не читает. Дайзенс имеет возможность, в общем, предназначен для того, чтобы разработчики могли выбирать. То ли СИ плюс плюс, то ли HTML5. HTML5 быстрый. Да, без форта. Но все-таки HTML5 это... Ну, он не предназначен, то есть, не предназначен для субстаренных приложений. Он предназначен больше для... Таких, не знаю... Эблидей, там, рабочих приложений, чтобы... Хороший, качественный андерлайзер, или календарь, или RSS, или еще что-то. Это, конечно, да, это то, на что тоже интересно. Я, может быть, немножко спутатлю, если скажу, что HTML5 вообще не предназначен для этого. Люди пытаются, но это не так. Все-таки, то, что ТТ-закрыл данному СИ плюс плюс, создает... Позволяет ответ за то, что туда придут крупные, да, вот так-то, какие-то электронные карты, все... Большие, например, NFS и так далее. Которые, конечно, будут вписаться на FTP, в том, в том виде, в котором присутствуют. Если придут крупные компании, если придут там Square Enix, если придут электронные карты, если придут со всеми портфолио игр, которые написаны на плюсах, то... То это очень хорошо, это же поднимает общую ценность платформы. А здесь, в смысле, в свою очередь... Это огромнейшее количество открытых, для техники закрытых. Куслов, все алгоритмы обязательно реализуются на C++, чтобы показать, как они работают. Все это на сцене для уже много-десятых лет. Оно все поступит... И как это, какие-то компании постарались. Если каких-то поступить, это не будет. Только, конечно, что они стандартно развиваются. И сейчас они развиваются даже большинство, чем в течение последних стилей. Таким образом, если вы готовы писать C++, готовы и любите стандарта, то есть, чтобы этот код... Как можно больше соответствовал общепринятым положению вещей, по всех стандартам с переносимостью на игру устройств, например, GLS, то только этот плюс-хот в запросто можно реализовать свои единые питания. Сейчас, конечно, стандартные решения поступят. Через некоторое время на реакциональные какие-то разработчики, существующие, получили тесты для устройства от C++, кто-то их получил. И, в этом случае, очень удобно было бы настройки больших симуляторов. В данном случае, у нас, в программе ГТА, мы сделали упор на симулятор, и дали ее возможностью эмулировать яд-серенометр и оботвечивание, и он может делать прокурирование в ваших приложениях, замерять количество уколов, количество используемой памяти, из-за производительности. Это невероятно удобно. И все знают, что такое симуляторы. Но, кроме того, мы поддерживаем и родной тазиновский симулятор, который, в общем-то, требует для себя билдов из 56. То есть, мы, кроме всего прочего, поддерживаем еще пару, как раз, табар из 56. В общем, начать очень просто. Нужно всего лишь скачать приложение, скачать маргалат SDK, записать маргалат там, посмотреть, как сделаны экземплы, начать писать записов или с любого из других продуктов, которых у нас дающие аж 4 штуки. Один из них позволяет писать, если вы считаете, что C++ – это долго нежуторно, и нужно еще с памятью мучиться. Это, с точки зрения, некоману жизни. Мы можем попробовать сюда Lua. Скриптовый язык, достаточно быстрый. Все потом интегрировано. Грэп на котором нужно быстро спроектировать приложение, так сказать, визуализировать идею. И если у вас есть приложение под iOS, то здесь можно попробовать просто взять и рекомпулировать как GDC-шный код на другим образом. То есть Android и Google Play, для этого есть GDC. Но в рамках этой презентации игры я расскажу вам всех, кто будет, о том, что в Аккоррике у вас есть. Как бы, товарищеская история для… Очень интересный, как молодец, такой GDC. Аккоррике у вас есть. Обязательно, в любом случае, тренд в нынешних сезонах, в премию игры, обязательно мы поддерживаем встроенные внутриигровые корпусы для Thais. Ну, сейчас тяжело представить игру, которые намереваются заработать денег и менее двигаются на работу. В следующий момент я помню порт с Minecraft, с PC, или там, например, Fast and the Light на iOS, или, может быть, там какие-нибудь единичные проекты, которые умудряются заработать денег. И тут же, там, в Apple, это… Ну, по-моему, даже угадывается. По-моему, это один из тех инструментов, который обязан быть достойным разработчиком с започкой и между пользователем его написанным. Всего, чтобы все, что нужно сделать, по большому счету, это написать… Как создать описывающую игру? Это написать простой файл описания проекта. Вот этот файл, вот эта IPV, как мы его называем, оно описывает Premiere, Thaisen IDE. То есть, вот это как выглядит. Наверное, включает в себя плюс-корый файл, включает один subproject, который для эффекта реализовал нашей платформы, независимая часть игроков, и assets, средства. Очень, очень просто. Но в этой констате достаточно большая сила, потому что это все можно автоматизировать. Например, можно сделать генерацию своих проектов. Можно билдить это все, есть по онлайну, есть по онлайн, есть по онлайн. У нас есть партнеры, которые сделали VCV tool, вот VCV.tg, редактор игр, где в программистах вообще нет. То есть, нужны создательные игры, нужны гейм-десайтеры, нужны просто цены. Да, достал картинок, возьмёт ползунки, применил нужную логику, и дисциплинировалось, а их там много, и копии, и открытишки, и фазлы, и так далее. Если чего-то не подать, это нужно достроить, но на машинных состояний, а потом их продукт дизерирует нашу такую РТБшку, и создает этот формулат, и так далее. То есть, есть продукты, в которых люди вообще не сталкиваются, VC plus plus plus, чем не сталкиваться с формулатой. Затем все равно, как его усмотреть, и я теперь их выясню. Главное будущее у нас, это вы, а Dyson, тоже, конечно, с платформой. Вот, совсем недавно, после конкретности, с его процессом, который анонсировал Dyson TV, мы сейчас уже поддерживаем несколько платформ и мы хотим еще, чтобы среди платформ были есть телевизоры, частности, Tyson и Samsung Smart TV. Tyson TV, ага, не должны быть проблемой, и диалоги, здорово, это очень здорово, когда можно свои группы. Произъединительность технизов и автомобилов устройства достаточно идентичны по уставам. Дочитут, да, одна и та же, как раз, больше становится, писем из них. Дочитут, одна и та же. Когда, вы, 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 друзья, приглашаем тренировый уважаемый ну, и T VOICES. А, конечно, при yourself бурّрение тайзера было правда. И, я думаю, что на 부DOе игры для автомобилей, чтобы донавикационные системы играли в пользу какими-то федеральными процессами. Но приложение, графические приложения, простые приложения, отразятся в работе. Угенцы, естественно, отразятся в костер. Вот. Спасибо вам большое. На этом очень просто все. Весь и ваша помощь.